Добрый день! Мы вновь в этой студии, чтобы рассказать, что интересного произошло в городе и области сегодня. С вами Наталья Мороз. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 177 школ региона закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что эпидемиологическая ситуация остается в области напряженной. Особенно это касается Солилецкого, Яснинского городских округов, Оренбургского, Сакмарского, Шарлыкского, Переволодского, Новоорского районов и Сорочинска. Там полностью приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях. Только за прошлую неделю в Оренбурге зарегистрировано более 14 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Сотрудники управления еще раз напоминают о соблюдении мер профилактики. Рекомендуют избегать мест с массовым скоплением людей, периодически проветривать помещение, тщательно мыть руки с мылом и, конечно же, не переохлаждаться. При первых признаках болезни не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу. Курировать действия новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами будет областной департамент по регулированию цены тарифов и профильное экологическое министерство. Такое решение было принято сегодня на очередном пленарном заседании Законодательного собрания. Среди других законопроектов, утвержденных депутатами, закон о поддержке студенческих отрядов и закон о защите нравственности детей. Последний вводит запрет на продажу несовершеннолетним курительных смесей, не содержащих табака, такие, как в частности, используются в кальянах. Запрещена также продажа самих кальянов. Закон предусматривает за это административную ответственность, как в случаях продажи детям сигареты и алкоголя. Что касается стулт-отрядов, то признается их позитивное влияние на молодежь и декларируется государственная поддержка этого общественного движения. На очереди разработка региональных налоговых льгот для бизнеса, который будет привлекать к труду студентов. Работа полиции оценена в целом положительно и доклад замначальнику МВД Игоря Погодаева принят к сведению. При этом депутаты напомнили про расследование резонансных уголовных дел и дефицит участковых уполномоченных полиции. Спор о мусоре разгорелся при обсуждении вопроса о передаче полномочий в реализации реформы от правительства в целом его департаменту по тарифам и Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Одна из оппозиционных фракций выступила против, посчитав, что это принижает роль проблемы, которая сейчас является самой острой. Оппозиционеры требуют пересмотра новых правил обращения с ТКО в принципе. Считали, считаем, что тарифы, они необоснованно высокие. Ну и абонентская база, она некорректная просто. Берут по зарегистрированным людям, по количеству зарегистрированных проживающих в квартире, ну по факту там может жить и меньше, поэтому нужно разбираться. По закону должны мы передать полномочия, давайте передадим, пусть работают. Будут работать неправильно, значит, будем находить ответственных и определять, давать оценку этому. А говорить о том, что там мусорная реформа сегодня, так называемая, сегодня еще сырая и много вопросов, так, конечно, никто в этом не отказывается. И у нас впереди громадная работа вместе с правительством, чтобы весь негатив нивелировать и вывести ее на нормальные рельсы. Итоговое голосование оставило оппозицию в меньшинстве. Абсолютным большинством закон был принят в редакции, предложенный губернатором и профильным депутатским комитетом. О наиболее важных законопроектах пойдет речь сегодня в программе «Обратная связь». Виталий Дерябин вместе с председателем Законодательного собрания области Сергеем Грачевым обсудят ряд вопросов, а также обозначат ключевые моменты законотворческой деятельности на ближайшее время. Присоединиться к разговору можете и вы. Номер телефона студии 43 45 07, код Оренбурга 35 32. Программа выходит в прямом эфире, начнется она в 19.30. Ну а пока к другим темам. Рухнул потолок в общежитии. ЧП произошло в Орске, на улице строителей. К счастью, никто из жильцов не пострадал. В сложной ситуации оказались несколько семей. Сейчас они вынуждены продолжать жить в этом же здании на свой страх и риск. Обслуживать дом управляющая компания отказалась еще год назад. Самим же жильцам такой ремонт не по карману. Откуда ждать помощи? Ситуации разбирались мои коллеги. Помещение, как после бомбежки. Каждый поход в комнату общего пользования – риск для жизни. В туалете общежития упал потолок. В плачевном состоянии и весь дом. Сырость, трещины на стенах. В пустующих комнатах разбиты окна. Капитального ремонта здесь не было давно. Даже входную дверь люди купили и установили сами. Промогает здесь не один год. И никто ничего не делал. Они говорят, вы сами виноваты. Почему вы ни о чем не беспокоились? Мы беспокоимся. По нашим возможностям мы что-то делаем. И уже осенизаторы вызывали, канализацию чистили за свой счет. Жители попытались решить проблему своими силами. За ремонт строители выставили им счет 70 тысяч рублей. Сумма неподъемная. Собрать взносы с каждой комнаты тоже не получается. Многие из них пустуют. Больше половины общежития закрыты. Никто не живет. Мы закрывали. Кто где, мы даже не знаем. Мы не можем найти жильцов этих комнат. Управляющая компания «Реформа ЖКХ» отказалась продлевать договор с жильцами проблемного дома. Обслуживание прекратилось в марте прошлого года. Коммунальщики заявляют, их вынудили огромные долги арчан. Речь идет о сумме в полмиллиона рублей. Поэтому как дальше складывается и будет складываться эта ситуация, я, мягко сказать, могу только наблюдать. Обратятся к нам, принесут по факту деньги на оплату. Мы, конечно, эту работу проведем и сделаем. Конфликт интересов людей и жилищно-коммунального хозяйства дошел до городской администрации. В доме 20 приватизированных квартир и 14 муниципальных. Глава Орска Андрей Одинцов дал распоряжение решить вопрос. Выяснилось, что таких домов без управления в Орске больше сотни. Городоначальник пообещал найти управляющую компанию. У нас, к сожалению, есть такие дома в городе. То есть жильцы не платят. Мы за прошлый год практически 100 домов под управляющей компанией завели. Вот еще порядка 30 у нас осталось. Ну, что ж поднялось. Будем дальше работать. По договору, управляющая компания обязана содержать в доме не только места общего пользования, но подъезд, двор, фасад и кровлю. Этого дома давно не касалось рука мастера. И когда ждать ближайшего ремонта, арчане пока не знают. Ольга Энгельс, Маркарейт Ишкарабурова, Илья Логачев. Новости дня. Если и вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, корреспондент ОРТ готова помочь. Наш телеканал запустил круглосуточный телефон горячей линии. О своей проблеме, а также технической работе передатчиков на территории вашего населенного пункта можно сообщить по номеру, который вы видите на своих экранах в любое время суток. Звонок бесплатный. Ну а далее вас ждет реклама, после которой продолжим. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Убил топором 42 мужчин. Закончилась трагедией. Расширяем горизонты. На базе телеканала ОРТ открывается первая в регионе школа межэтнической журналистики. И к происшествиям жестокое убийство произошло в Абдулино. Тело местного жителя обнаружили в одном из домов. Как выяснили следователи, мужчина убил своего знакомого топором, пока тот спал. Погибшему было 65 лет. По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, после чего хозяин дома пошел спать в другую комнату. Как пояснил в последующем сам обвиняемый, потерпевший, то есть хозяин дома, стал его учить жизни в грубой форме. Это ему не понравилось. Фигурант взял в руки топор и, спящего хозяина, ударил топором по голове. Причинив ему травму, несовместимую с жизнью, с места происшествия он скрылся. Мужчина задержан в одном из сел Абдулинского городского округа. Возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный не отрицает. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. К другим темам. Мы разные, мы равные и мы вместе. Эти слова лежат в основе работы ОРТ. В этом году наш телеканал делает еще один шаг на пути к сохранению межнационального согласия в Оренбуржье. Уже в марте стартует первая в регионе школа межэтнической журналистики. Как научиться понимать друг друга, даже когда говоришь на разных языках? И почему средства массовой информации стали одним из главных рычагов воздействия в вопросе межнациональных отношений? Наша авторская группа готова рассказать все подробности. 15 регионов и сотни слушателей по всей стране. Школа межэтнической журналистики – один из крупнейших проектов в России. Его сети объединяют такие города, как, например, Астрахань, Якутск, Псков и Улан-Удэ. Оренбург присоединился впервые. Главное преимущество школы в нашем регионе – это огромный простор для практики. Все занятия на базе телеканала ОРТ. Поэтому прямо со студенческих парт служители отправляются в миллионы телеэкранов по всему региону. Плюс ко всему две радиостанции – «Милицейская волна» и «Ретро-ФМ». В арсенале нашего медиахолдинга есть и интернет-площадка. Вопросы межнационального взаимодействия регулярно звучат в эфире ОРТ и телеканала «Домашний». Инна Томилина готова обсудить национальный аспект в Оренбурге. А авторы туристического рецепта расскажут и покажут все многообразие народов нашего региона. Практикующие журналисты, режиссеры и операторы готовы поделиться опытом с каждым, кто неравнодушен к теме межнациональных отношений. Нужно отметить, что школа Оренбургская не будет практически отличаться от любой школы межнациональной журналистики, которая будет запущена в 2019 году в России. Это неважно, Москва, это Питер, Красноярск или Улан-Удэ. В любом случае, программа единая, единственное, что будет, наверное, больше введен в нашей школе этнокомпонент практический. Мы планируем сделать все-таки несколько этноэкспедиций для того, чтобы студенты и слушатели нашего курса могли бы погрузиться в этномир Оренбуржья. Жанры журналистики, вопросы национальной политике и даже этнический бизнес. 40 часов занятий. Результат каждого – готовый медиапродукт. О разных народах школа научит говорить языком электронных и печатных средств массовой информации. Я считаю, что точка входа вообще в журналистику. Это не политическая журналистика, это не спортивная, это не экономическая, где нужны специальные знания. Здесь тоже они нужны, но они базируются на каком-то общем профессиональном любопытстве, общечеловеческом, плюс каких-то журналистских талантов. Проект гильдии межэтнической журналистики работает уже 4 года. За это время научились смотреть на этномир иначе более 600 студентов по всей России. За те годы, которые существуют в гильдии межэтнической журналистики, у нас выстроился целый ряд системных проектов, которые не просто проект ради проекта, не просто конкурс ради конкурса или школа ради школы. А это то, что воспроизводит профессионалов, повышает их квалификацию, формирует сообщество неравнодушных людей. И меня радует, что людей, которые готовы вот так ежедневно и тяжело работать, и получать еще от этого удовольствие, становится все больше. У нас уже сотни и тысячи, и это здорово. Набор в Оренбургскую школу межэтнической журналистики уже открыт. Стать частью команды может любой желающий. От 18 до 29 лет. Достаточно прислать заявку на нашу электронную почту до 25 февраля. В официальной группе Оренбургского регионального телевидения ВКонтакте уже есть все условия кастинга. Алина Волохова, Семен Воробьев, Виктор Яковлев и Станислав Кайсин. Новости дня. У трех педагогов из Оренбургской области есть шанс стать лучшими на всю страну. Учителя из Оренбурга, Шароекского и Светлинского районов стали победителями заочного этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019». Одна из них – учитель пятого лицея Анастасия Шиндина. Чем будет удивлять московское жюри педагог, узнала моя коллега Ольга Энгельс. Создает человека природу, но развивает и образует его общество. Открытые высказывания, смелые рассуждения на уроках Анастасии Шиндиной можно все. В то же время взаимоуважение, тишина и доверительные отношения неизменны. Карточки, интерактивные таблицы, тематические игры. Каждый урок необычный. Молодой преподаватель знает, как увлечь детей. Желающих отвечать у доски тоже всегда много. Анастасия Николаевна очень добрый, отзывчивый учитель. Уроки с ней проходят достаточно интересно и новые темы. Она объясняет доступным языком. Очень она нравится и для нас является большой честью, что такой учитель, как она, является нашим преподавателем по русскому и литературе. Педагогический стаж всего три года, уважение коллег, любовь учеников, понимание родителей. Большая поддержка, говорит Анастасия. Победа в областном конкурсе, педагогический дебют, успех в областном, всероссийский этап и снова удача. Впереди выступление перед лучшими учителями России. Надо ставить цель хорошо выступить. А победа, она же у каждого своя. Кто-то победит свой страх, кто-то победит какие-то свои, может быть, страхи. У каждого же что-то есть. Я думаю, что надо достойно представить Оренбург. Вот эта цель должна быть. Настойчивость, исполнительность, профессионализм. Так коллеги характеризуют Анастасию Шиндину. Победа в областном конкурсе – результат упорного труда. Эссе о чистоте родного языка, открытый урок русского языка с элементами краеведения. Есть чем удивлять жюри. Я вижу в Насте все качества конкурсантки, которые при определенном, скажем так, трудолюбии, при определенном раскладе некоторых сил могут дать результат непосредственно и для города, и для области. Поэтому я так думаю, что шанс всегда есть и пробовать обязательно нужно. Молодые педагоги Заримбуржья уже громко заявили о себе на всероссийском уровне. Приз зрительских симпатий в прошлом году завоевала учитель 85-й школы Оренбурга Ирина Солнышкина. Учитель больше, чем профессия. Для Анастасии – это мечта детства. Сейчас у нее есть шанс стать лучшим педагогом в России. Ольга Энгельс, Семен-Воробьев, Новости дня. И о спорте. Подходит к завершению регулярный чемпионат молодежной хоккейной лиги. Оренбургские сарматы заключительные матчи проводят на выезде с Ладьей и Ирбисом. Все эти команды не пробились в плей-офф и в последних матчах могут играть без оглядки на результат с прицелом на будущий сезон. У сарматов была двухнедельная пауза, во время которой у роля команды встал новый главный тренер Артур Октябрёв. А хоккеисты получили возможность передохнуть и подлечить травмы. Заключительное гостевое турне началось в Тольятти. В конце ноября дома сарматы дважды проиграли Ладье, а сейчас в первой встрече сумели добыть победу. В стартовом периоде оренбуржцы только сдерживали напор хозяев, нанеся лишь один бросок в створ ворот против их двенадцати. Но в рамке сарматов отлично действовал голкипер Никита Масленников, сохранив ворота сухими. Во второй двадцати минутке преимущество Лады сохранялось, а голы сбивали гости, раз за разом наказывая тольяттинцев за ошибки. Авторами шайб стали Юлборисов, Новиков, Куров и Тимашев. Лишь уступая 0-4, тольяттинцы сумели размочить счет, а в конце третьего периода забить еще раз. Сыграв очень качественно, сарматы празднуют победу 4-2. Повторная встреча в среду. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. К этому часу пока все. О событиях в развитии расскажем в вечернем выпуске новостей в 19.00. Оставайтесь с нами на ОРТ. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин